МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выяснили, в первом части эти автобусы начнут появляться на улицах областного центра уже со следующей недели. Как сообщил нам гендиректор АТП Дмитрий Катынов, в первую очередь, на первых порах на три месяца будет заключен договор об аренде, а затем перевозчик будет стремиться к тому, чтобы долгосрочный контракт заключить на три года. Сейчас пытался в перерыве как-то переосмыслить всю эту историю, мало чего получилось. Речь-то о чем идет? Вот. Речь идет о том, что АТП, по мнению многих экспертов, не сможет за свой счет оплачивать эту аренду, потому что предприятия убыточные. Так получается, Даша? Ну да, и Денис Перлок. То есть бюджетные вливания потребуются, да? Возможно. Ну вот попробуем сейчас узнать у Константина сейчас, что он думает по этому поводу, то есть из каких средств АТП может взять деньги на то, чтобы платить эту аренду, да? Но Денис Перлок сказал, что есть у него информация о том, что вот убыток, который АТП представит, так, по этому или по прошлому году, я забыла, по этому, да? Поэтому, видимо, сейчас подводятся итоги прошлого финансового года. Перешагнет за 200 миллионов. Ну а новые автобусы будут использоваться на маршрутах, как мы уже выяснили, 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52 и 54. Ну, еще раз повторимся, новые автобусы в городе, это, конечно, хорошо. Только вот сама эта схема, сама эта система, да, насколько она оправдана, насколько она экономически обоснована и эффективна. Ну что, будем общаться? Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог, организацией дорожного движения и развитием инфраструктуры общественного транспорта региона. Константин, добрый день. Добрый день. Добрый день, Константин. Обсуждаем вот эту новость о том, что КПАД передает в аренду 29 автобусов автотранспортному предприятию города Кирова, муниципальному, как известно, предприятию. Это, видимо, новый уровень взаимоотношений, да, по части общественного транспорта. Мы тут в ходе программы вспоминали и новости, которые последние несколько лет нас сопровождали о том, что КПАД и АТП, возможно, будут объединены, и будет у нас единый перевозчик, а возможно, будет новое юрлицо создано, и оно поглотит в себя и КПАД, и АТП. И вот мы в начале 2023 года узнаем о том, что остановились на идее аренды. Как, Константин, вы воспринимаете такой шаг? Ну, воспринимаю, с одной стороны, положительно, хотя бы на маршрутах АТП появятся новые автобусы, которые на сегодняшний день не используются практически КПАДом. Мы знаем, что многие автобусы просто стоят с забора, хотя они новые, потому что у них столько количества, для КПАД, у них просто нет столько выходов на линию. Так как вообще так получилось? Как вообще формировалась эта закупочная программа, что у нас появилось такое количество автобусов в КПАДе, что они, видите ли, излишками оказались? Так, это же все мысли и идеи были в свое время у правительства, у бывшего министерства, у бывшего министра транспорта, да, у бывшего председателя правительства. Как вы правильно сказали, одна из идей была это объединить две компании, либо передать все, все маршруты одной компании, и в дальнейшем компания КПАД, так как это областное предприятие, практически обслуживало бы все маршруты города Кирова. Либо это большое крупное предприятие, за ТСП плюс КПАД обслуживали город Кирова. Но, как мы видим, от этой идеи на сегодняшний день ушли, и предполагаются новые варианты, это передача того транспорта, который закупалось за бюджетные денежные средства в виде аренды в АТП. Константин, смотрите, да, вот с учетом того убытка, который прогнозируется у АТП, насколько легко им будет выплачивать эти деньги, 22 миллиона в год? Я думаю, что легко, конечно, в наше время не будет. Это опять приведет, по моим предположениям, к повышению тарифа на общественном транспорте, да, потому что любые убытки надо как-то возмещать. Их возмещают двумя способами, либо повышением тарифа общественного транспорта для жителей города Кирова, либо субсидируем из бюджета области. Третьего варианта просто не дано. То есть АТП может выйти на РСТ с предложением на повышение стоимости общественного транспорта? Так, собственно, скоро год уже, да, как у нас 30-рублевая стоимость проезда в общественном транспорте, это, видимо, тот срок, по истечении которого перевозчики могут снова выходить со своим обоснованием региональной службы по тарифам. Поэтому спокойно перевозчики могут в любой момент, хоть вот год уже прошел, в любой момент подать документы в РСТ с просьбой о повышении стоимости общественного транспорта. И аренда данных автобусов, это один из способов, ну, один из вариантов, почему мы должны повысить стоимость общественного транспорта. Пойдет, пойдут ли на это перевозчики, покажет время. Ну, смотрите, просто так-то вот получается, да, АТП тратит деньги, там, 22 миллиона в год, но КПАТ-то будет их получать? У них какое будет обосновать? Да, так, КПАТ-то, давайте начнем с того, что КПАТ-то уже на сегодняшний день получил порядка 2 миллиардов рублей. По этим двумянам, да. На новые автобусы, да. На новые автобусы. И предприятие, как бы, сверхприбыль не показывает. Мы не видим с вами красивые отчеты и какие-то сверхприбыли, хотя 2 миллиарда рублей бюджетных денежных средств, чтобы пусть даже один из них миллиард, это кредитные средства, которые были даны области в рамках, там, федеральной программы, но все равно это деньги, которые не заработал КПАТ лично. Это деньги, которые были предоставлены из различных, там, из местного либо федерального бюджета на закупку общественного транспорта. И сейчас в аренду передают АТП, ну, на мой взгляд, как бы, это, с одной стороны, неправильно, но, с другой стороны, у них больше других вариантов нет, с точки зрения закона, потому что это два акционера, ну, как бы, два коммерческих предприятия, пусть даже собственники в одном муниципалитете, в другом область, но между двух коммерческих предприятий, как бы, просто взять и передать эти автобусы бесплатно, например, АТП, это просто-напросто невозможно. О чем мы и говорили, там, пару лет назад, когда эта вся история затевалась, что на сегодняшний день, как бы, неправильно было составлять то постановление, на основании которого первые автобусы закупались, где единственным правообладателем этих финансов, то первого миллиарда рублей, было только предприятие КПАД. Хотя спокойно могли тогда бюджетные денежные средства областные поделить между двумя предприятиями. Также и помочь, мы с вами забываем, что у нас очень, ну, конечно, их очень мало осталось, но есть предприятия районные, которые находятся в ужасном состоянии, и которые на автобусах, там, 20-летних, 15-летних автобусах возят жителей районов. О, этих районных предприятий. Также надо помогать, но никто им не помогает. Этих районных предприятий, наверное, уже считанные единицы, да, остались, потому что на протяжении последних лет мы новости читаем о том, что там закрываются автоколонны и там. Да, я предполагаю, что государственных районных предприятий на сегодняшний день, честно, у меня цифры нету, но их не больше пяти уже осталось, на мой взгляд. По той причине, что ряд предприятий уже находятся в предбанкротном состоянии не первый год, еле-еле держат на плаву их, ну, хотя бы, хоть как-то им помогают главы районов, чтобы совсем не остаться без общественного транспорта в районе. Вот часть автобусов, небольших автобусов, вот помните, у нас в первой закупке были форды, закупались для КПАТа, их порядка там 50, наверное, фордов, честно, цифру не помню, и мы предлагали, чтобы вот эти форды были переданы районам для того, чтобы обслуживать районные, там, населенные пункты. То по этой максимуму, что смогли сделать на сегодняшний день, это Вятские поляны. И то Вятские поляны там же не передали никому, а КПАТ непосредственно зашел на маршрут и стал обслуживать этот маршрут. Потому что механизма передачи даже таких автобусов, ну, просто его не существует. Ну, смотрите, в городе еще проблемы существуют, о которой нам сообщил гендиректор АТП, нынешний Дмитрий Кацинов. 29 автобусов новых хорошо, но пока не все они будут обеспечены экипажами, водителей и кондукторов ВТП не хватает. Вот Дмитрий Васильевич в нашем эфире признался, что он хотел бы воспользоваться возможностью общения с нами и пригласить на работу водителей и кондукторов. Но при этом я так понимаю, что проблема не только в этих 29 автобусах, потому что они по большому-то счету заменяют существующие, соответственно, экипажи просто пересядут. Видимо, проблема-то вообще в принципе в хронической какой-то нехватке экипажей. Проблема совсем в рабочей силе, понимаете, у нас проблема не только в общественном транспорте, что не хватает работников, да, у нас проблема, куда ни посмотри, там, в строительной отрасли не хватает рабочей силы, там, на машиностроении сейчас не хватает рабочей силы. И вот трудовых ресурсов, те трудовые ресурсы, которые уезжают из региона, мы все больше и больше начинаем ощущать, что вот этих трудовых ресурсов, их просто не хватает. Не говоря уж про общественный транспорт. Ну, работа в общественном транспорте, видимо, да. И как они будут воплощать, как они будут перекрывать этот момент, ну, мне неизвестно. Максимум, что вот как предполагалось одно время убирать кондукторов, вводить, там, валидаторы какие-то, там, какой-то пост, ну, бесконтактную оплату, но насколько это будет работать в Кировской области, я помню, что Денис Перлок уже пробовал, когда он был директором АТП, пробовал этот способ и говорил, что это, ну, в Кировской области пока далеко до этого. Если не ошибаюсь, там оборудование даже ведь закупалось, вроде бы, были новые. Почему Кировская область отличается от других регионов в этом плане? Ну, для людей надо прежде всего приучить, чтобы они платили и контролировать этот момент. Я думаю, это не проблема, кировчане не тупее, людей из других регионов. Ну, не знаю, нет, якобы менталитет у нас такой, что если есть возможность не заплатить. Я про такое не говорил. Давайте про то, что сознательность оплаты. Вот, давайте с этого начнем, что человек может сесть и просто прокатиться, не оплатив. И как его будут поймать и проконтролировать будет, да, это другой вопрос. Ну, пару штрафов от контролеров получит и в следующий раз заплатит. Ну, тогда придется вводить много контролеров, тогда смысл убирать кондуктору. Ну, нет, обычно же, как эта система работает? Контролеров немного, просто высокие штрафы. Условно говоря, если кто-то из твоих знакомых однажды заплатил штраф в 10 тысяч, то все знакомые этого знакомого будут платить 30 рублей за билет, чтобы не попасться на этот штраф. Контролеров много не надо, нужно сделать адекватный штраф, который будет держать людей в узде, да, так назовем. Не спорю, но не все же у нас бесконтактными оплатой пользуются, правильно? Конечно, да. Кто-то же и наличными средствами платит, а как это вводить? Ну, вы знаете, мне кажется, мы сейчас обсуждаем вопросы, которые с легкостью решит технический прогресс в ближайшее время. Московское метро, Face ID, мы все прекрасно знаем, да, оплата, собственно, по твоему изображению. Вот я думаю, что не за горами тот момент, когда, заходя в Кирове в автобус, у тебя со счета автоматически будет сумма сниматься, да? Спасибо большое. И тем самым решается вопрос по количеству работников, именно кондукторов, если какая проблема, экипажей. Спасибо большое, Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Переходим к другой теме. У нас еще есть полчаса, которая будет продолжаться программа «Дневной разворот». Мы час назад тему эту анонсировали. Очень интересное предложение поступило накануне в Государственной Думе. Сейчас я назову все-таки автора этой инициативы. Это зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она высказала мысль о том, что, наверное, неплохо бы разрешить российским гражданам тратить средства материнского капитала, парам-папам, на оплату услуг ЖКХ. Лантратова обосновала это тем, что в первую очередь с 1 декабря прошлого года у нас произошло второе за год существенное увеличение тарифов. Предельный рост там составил 9%. И, по словам депутата Госдумы, для многих семей российских это повышение стало просто неподъемным. Она отметила, что, по ее данным, некоторые российские семьи, многодетные семьи платят за коммуналку в год до 100 тысяч рублей, имеется в виду. Я сразу же посчитал, сколько моя семья платит за коммуналку. У меня получилось где-то тысяч 70, наверное. Ну вот, осмотрелось. Я уже как бы попадаю в какую-то категорию. Да, если, например, взять какой-нибудь Слободской, где только счета за отопление, да, ты знаешь, могут быть в районе 10 тысяч рублей. Слободской, Котельнич, да, у нас несколько городов с такими проблемами, да. Поэтому эта сумма, она сначала вроде бы кажется какой-то заоблачной, а потом, когда ты начинаешь считать и понимаешь, что действительно так оно и есть. Маткапитал по действующим законам и правилам разрешено тратить, ну, во-первых, на улучшение жилищных условий. Это приобретение жилья, строительство, реконструкция, в том числе ипотека. Можно оплачивать обучение ребенка в ВУЗе, частной школе или детском саду. Накопительная часть пенсии матери, да. И еще два момента. Это затраты на товары и услуги, необходимые для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов. И получение ежемесячной выплаты. Не так давно вот это изменение вступили в силу. Получение ежемесячной выплаты семьями с детьми, она полагается тем, у кого средний доход на каждого члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. То есть вот из этой общей массы маткапитала ты можешь эти деньги получать. Предлагаю подключить к беседе Владимира Шабардина, уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. Владимир Валерьевич, добрый день. Да, Владимир Валерьевич, добрый день. Обсуждаем идею с предложением разрешить тратить маткапитал на оплату коммунальных услуг. Дискуссионная достаточная тема. И вот сейчас, читая различные информационные площадки, очень много уже людей успели высказаться. И, к большому счету, мнение разделились за и против. Каких-то таких срединных промежуточных нет. Вы на чьей стороне видите разумное зерно в этой инициативе? Или совсем-совсем, нет, все-таки, изначально маткапитал для других целей создавался, принимался? Во-первых, есть комментарии уже депутатов Государственной Думы, непосредственно, которые не видят необходимости в этой строке. И вот формулировка, которая часто проходит, то есть, вот, необходимость внесения дополнений в пользу материнского капитала, она обусловлена тем, что растут тарифы. И вот эта ситуация, мне не очень, как бы, понятна вот эта логика. То есть, может быть, сделать так, чтобы, там, семьям хватало средств для оплаты этих тарифов, тарифов, то есть, бороться не с ответственными, а с причинами. А с уровнем жизни, да? Давайте начнем с того, что материнский капитал семейный, в скобочках, да, семейный, еще в 2007 году, он, ну, вот, мы с вами очень так будем говорить упрощенно, да, он задумывался для того, чтобы улучшить ситуацию с демографией в нашей стране. И для того, чтобы у семей, в первую очередь, возникла дополнительная, ну, скажем так, вот, некая подушка финансовая для расширения жилплощадей, потому что изначально эти подавляющее большинство средств, которые шло по материнскому капиталу, направлялось именно в улучшение жилищных условий, да, для семей с детьми. Но у нас статистика, да, у нас статистика говорит о том, что у нас порядка 80-90% ежегодно тратятся как раз-таки на улучшение жилищных условий, да. Конечно, да. И, смотрите, изначально ведь речь шла о том, что нам нужно стимулировать рождение вторых и последующих детей. То есть это был капитал, который получали только при рождении уже второго ребенка, да. Вот. Дальше вот эта процедура претерпела изменения. В прошлом году дополнительно появились моменты по доступности этой помощи от государства для отцов, двух и более детей и так далее, и так далее. Ну и, собственно говоря, само направление этого капитала, оно тоже было расширено. То есть это либо жилищные условия, либо образование детей, обучение, да, либо там заплата к пенсии мамы. И последний момент, который был введен, это направление части выплат на социализацию детей инвалидов. То есть вот это все мероприятия, которые, направление, которое непосредственно на детей. Ну, ключевые это все-таки жилье и образование. И вот последнее нововведение, это особые дети. Когда мы сейчас... Да, и еще один момент. Если вы обратите, за это время произошло изменение, то есть материнский капитал выплата и на первого, и на второго ребенка. Да, с 20-го года у нас, по-моему, да, на первого ребенка выплачивается уже, да. Да, при этом, заметьте, вот это тоже вопрос такой дискуссионный, но он неоднократно всплывал вот в наших общениях, беседах с людьми. Выплата на первого ребенка сейчас больше, чем на второго, причем существенного. То есть с чем это связано? Либо с тем, что перестали рожать первые детей, и это нужно стимулировать. Ну, то есть сейчас, там, основная выплата идет на первого ребенка. На второго уже, ну, сумма, она тоже увеличена, но она со сравнением с... Вот, и на первого ребенка, она существенно меньше. Поэтому, видимо, вот тот момент, который изначально провозглашался, что мы стимулируем родение не первых детей, а вторых и третьих, он куда-то ушел в сторону. Дальше. Что происходит сейчас вот с этой инициативой? На мой взгляд, это просто размывание использованием интернет-капитала. То есть если при использовании его мы получали реальную жилплощадь, которая была по закону после выплат, допустим, ипотеки в течение шести месяцев, значит, мама должна была выделить доли всем членам семьи, и у ребенка образовывалась жилплощадь, которая впоследствии, собственно, его саптным капиталом каким-то и возникала. То есть сейчас вот эта ситуация, при которой, ну, давайте, хорошо, мы сейчас используем все средства материнского капитала на текущую оплату коммунальных услуг, которые у нас растут и растут, собственно говоря, активно, назовем это так, да, за несколько лет. И вот мотивация того, что эти средства, не тратя на коммуналку, там, родители могут направить на другое, на мой взгляд, это такая вот такая лукавка. Давайте сделаем так, чтобы, а, родители получали зашую на зарплату, б, для того, чтобы занятия, там, дополнительные, и дополнительные, там, музыкальные школы и инфраструктура детства, они были бесплатными максимально доступными для детей, да, чтобы родителям не надо было тратиться на эти моменты. И если, там, у семьи не хватает денег на, у хорошей, там, семьи на оплату именно вот этой составляющей, давайте сделаем инструменты, все-таки, введем, которые будут либо, там, часть компенсироваться просто, но не из средств их же собственного материнского капитала. Либо дополнительные выплаты, либо компенсация части расходов на оплату вот этого жилья. И, кстати, в этой инициативе депутата Яны Лантратовой часто упоминаются многодетные, многодетные семьи, но, насколько ведь я помню, Владимир Валерьевич, для многодетных у нас некие льготы-то по оплате услуг ЖКХ есть? Предусмотрены? Да, конечно. Да, они есть. Так льготы есть и для малоимущих. То есть, так называемая субсидия на оплату услуг ЖКХ, да. Да, но если мы сейчас исключительно в рамках дискуссии обсуждаем, ну, вот это, ну, инициативу назовем это, да, то там не идет 100% вот эта линия многодетности. То есть там, в принципе, это линия использования материнского капитала, который предполагает использовать не только в рамках многодетных семей. Ну, то есть за первого ребенка, да, собственно, о чем мы говорили? Да. Чуть ранее, да. Ну, собственно говоря, вот такую большую сумму, она существенная сейчас, да, она потерпела существенные изменения и рост в 2007 году, но направить, ну, исключительно направить на текущее, ну, она разнуется, от нее ничего не остается. Ну, в 2007 году, насколько мы помним, все начиналось с суммы 250 тысяч рублей, да, за второго ребенка. Очередная индексация у нас намечена на 1 февраля этого года, то есть через пару недель это произойдет, и у нас на первого ребенка выплата составит почти 590 тысяч рублей. И там, на самом деле, механизм-то ведь непонятен, да, если позволить направлять средства маткапитала на эти цели, то там не очень ясно, то ли долг у семьи должен быть за коммуналку, и вот этот долг покроется маткапиталом, то ли мы как-то авансовым платежом будем на несколько лет вперед это все проплачивать, вот тоже не ясно. То ли просто ты прицепляешь свои платежи к счету, да, к этому, и они из этого счета автоматом оплачиваются. Мы же все помним, что за коммуналку нужно платить ежемесячно, да, а маткапитал, это вот он, сертификат, это одна сумма, и как, собственно, ее на коммуналку-то направить. Ну, так говоря, вот аппетиты тех компаний, куда будут уходить деньги, на мой взгляд, они не уменьшатся, а здесь будет ситуация, при которой, ну, собственно говоря, расходуются не наши сейчас текущие деньги из кармана, а сходуются, поэтому мы сильно за тарифами следить не будем. Владимир Валерьевич, прошу прощения, перебью вас на рекламу сейчас, мы автоматом уйдем. Я думаю, что мы результативно поговорили, да. Шабародин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, спасибо большое за комментарий. Реклама. Очередная инициатива связана с материнским капиталом. Накануне депутат Госдумы Яна Лантратова, зампредкомитета Госдумы по просвещению, предложила маткапитал разрешить тратить на оплату коммунальных услуг. Да, тут мы в перерыве вспомнили об идее, которая, на мой взгляд, была более жизнеспособной на покупку автомобиля. Ну, это, на самом деле, не единственная идея, которая не единственная инициатива, куда бы деньги маткапитала можно было направить, да. Просто по интенсивности звучания из года в год, мне кажется, да, вот эта идея с покупкой нового автомобиля, это да. Да, но если автомобиль еще был как-то похож на некое, ну, вложение средств, да, ну, то есть, условно говоря, раньше ты расширял жилплощадь, вкладывал деньги. Вообще покупка автомобиля не самое удачное вложение средств. Нет, я имею в виду, что ты за это хотя бы что-то получаешь. Когда ты оплачиваешь услуги ЖКХ, ну, то есть можно тогда предложить расходы от маткапитала на продукты. По-моему, насчет продуктов, это тоже идея звучала, и тоже там что-то связано с маткапиталом. Ну, в общем, смотри, вот, да, то, о чем сейчас говорил Владимир Валерьевич Шабардин, полномочен по правам ребенка в Кировской области, да, когда о том, что изначально цели были демографические, а сейчас... Побудить семьи не останавливаться на одном ребенке. Тут, мне кажется, еще проблема в том, что мы очень часто совмещаем, ну, ставим в один ряд там социальную политику, да, и демографическую политику, хотя они очень часто противоречат друг другу. То есть, условно говоря, если у нас демографическая политика, если у нас демографическая политика имела успех, то социальная тут как бы проваливается, потому что, условно говоря, если семья из двух человек, да, зарабатывала, например, 100 тысяч рублей, и на каждого было по 50 тысяч рублей... Это в каком году? Ну, для примера, да, просто для ровного счета. Условный год, условная семья, да? Ну, вот сейчас, например, да, семья из двух человек зарабатывает там 50, он 50, она, вот у них 100 тысяч на семью. Появляется ребенок, эти же самые 100 тысяч мы делим уже на троих. Соответственно, демографическая политика преуспела, социальная политика уже как бы нет. Ну, идея понятна, да. Да, то есть, и когда начинаем вот это вот смешивать, то вот и получается вот это вот катавасия непонятно. Вроде бы стремились к демографии, а здесь уже вцепились в социальную политику, забывая о том, что одно другому-то не всегда помогает, а иногда даже наоборот. Ольга Тырыкина с нами на связи, депутат ЗАГС Собрания Кировской области, председатель движения «Родительский контроль». Ольга, добрый день. Ольга, добрый день. Ольга, мы вас приветствуем в нашем эфире. Ольга, слышите ли вы нас? Да, добрый день. Да, да, мы вас представили уже. Очень дискуссионная тема. Прям, ну вот, хочется спорить, высказаться. Вам тоже предлагаем по поводу предложения тратить материнский капитал на оплату коммунальных услуг. Мы до сих пор не можем разобраться, как это может выглядеть. То ли у семьи долг должен быть за коммуналку, то ли на несколько лет вперед это будет проплачиваться, вся эта сумма браться. Или, не знаю, может быть, семья сможет решать какой-то определенный процент, возможно, от материнского капитала и предлагается разрешить на оплату услуг ЖКХ. В общем, ваши соображения по поводу этой инициативы, насколько вы считаете, ее оправданной или совершенно неприемлемой? Ну, я соглашусь с Владимиром Валерьевичем. В принципе, я эту данную идею, наверное, больше не поддержу. Вчера сколько успела провести опрос в соцсетях и спросить людей, что они об этом думают. И, пожалуй, наверное, никто не высказался, что прям поддерживают и готовы действительно материнский капитал тратить на коммунальные услуги. Единственное, вот был комментарий одной из мам, кто сказала, что я до сих пор материнский капитал не потратила, и он у меня лежит, так, ну, вроде, пускай я хотя бы буду коммуналку ими оплачивать. Но если мы говорим все-таки про материнский капитал, как вот про историю, которая изначально была вообще создана, придумана и введена, то все-таки, наверное, мы все-таки должны говорить про рождаемость и про рождаемость вторых, третьих детей в большей степени. Хотя я слышала уже, диалог пошел, что первых, когда детей ввели, то, наверное, уже и плохо в первом детей не стало. Но в любом случае, когда мы говорим про коммунальные услуги, то мы говорим о чем? О том, что, ну, как бы, семья даже коммунальные услуги оплатить не может, и она, как бы, рожает детей. Ради чего рожает детей? То есть что дальше ждет вот у семьи, когда все закончится? Интересный момент. И тогда, как бы, мы говорим о том, что... А вообще, а надо ли тогда какую семью поддерживать, да, то есть если она даже там коммунальные услуги заплатить не может? Если мы говорим о том, что у семьи деньги есть, но эти деньги с коммунальных услуг она лучше потратит на кружки, да, то есть для своих детей, но почему-то, мне кажется, что именно эти родители детей в кружки не водят. И оплатив коммунальные услуги, наверное, деньги, которые они там зарабатывают, они потратят в другое место. И, наверное, знаете, еще какой момент хотелось отразить. То есть у нас сейчас, я думаю, что широко у вас, наверное, тоже обсуждалось универсальное пособие как раз для семьи с малым достатком. По большому-то счету, если семья мало зарабатывает, ей уже дали и так вот соцподдержку в виде бюджетных средств на детей до 17 лет. В рамках тоже почти 13 тысяч рублей. По большому счету, пожалуйста, коммунальные услуги оплачивайте. Хотелось бы в эту сторону посмотреть. А маткапитал, мне хотелось бы, вот мое интуитивно такое ощущение, что мне хотелось бы оставить все-таки на более глобальной истории. И, как вы правильно сказали, 90% семей тратит это на улучшение жилищных условий. И в данной ситуации ребенку в будущем хотя бы что-то достанется, хотя бы его квадраты какие-то будут, которые государство ему дало. В рамках маткапитала. Ну, согласитесь, забавная ситуация могла бы получиться. Семья планирует следующего ребенка. Муж жене или жена мужа говорит, вот родим, коммуналку оплатим, эх, заживем. Вот смотрите, мне тут еще в этом видится некая опасность в том плане, что маткапитал, который можно расходовать на приобретение жилья. Я тут попыталась посчитать, то есть тот маткапитал, который в свое время получила я, и тот, который вот сейчас вот проиндексируется. И с учетом сниженной, в кавычке, да, беру вот этой ставки по ипотеке, и с учетом даже вот этого проиндексированного маткапитала, стоимость жилья сейчас выросла настолько, что мне по-прежнему было выгоднее бы вернуться в прошлое, получить высокую ставку по ипотеке, меньшего размера маткапитал, и все равно получается, что я приобретаю жилье выгоднее, чем те, кто сейчас с большим маткапиталом и якобы вот этой низкой ставкой по ипотеке. Соответственно, нет ли тут вот этой некой опасности, когда мы расширяем вот это поле деятельности, да, вложение маткапитала, новые структуры получают полномочия, скажем так, для того, чтобы свои услуги продавать дороже, да. То есть вот сегодня мы разрешили маткапиталом оплачивать коммунальные услуги, а завтра у нас ресурсники такие, хопа. Но вы же платите, продолжаете платить, значит, деньги есть, мы снова будем повышать, да, все хорошо. Я думаю, что однозначно как раз вопрос, этот связь приведет к повышению тарифа, и на самом деле вот Владимир Владимирович правильно сказал, что когда вот оплата ЖКХ будет с помощью маткапитала, ты просто не будешь следить за тем, сколько ты платишь, ну, платится сколько ты и так далее. А по поводу механизма, у нас этот механизм отработан на оплате как раз обучения, ну, допустим, частный детский сад, например, можно платить, там же тоже оплата каждый месяц. Соответственно, ты договор заключаешь с детским садом, все документы подаются в пенсионный фонд, и уже пенсионный фонд каждый месяц оплачивает вот этому там юрлицу непосредственно стоимость пребывания твоего ребенка в детском саду. Поэтому тут, наверное, какая-то такая же схема предусматривается, когда ты просто вот действительно переводишь эти свои коммунальные услуги в пенсионный фонд, и пенсионный фонд автоматом там покрывает их. Но никакого контроля точно не будет тогда. Тут по поводу оплаты коммунальных услуг. Накануне Нового года, если не ошибаюсь, была инициатива в общественном совете, по-моему, при Минстрое. Предлагали ввести некий механизм, чтобы подробно изучать вообще, какую индексацию тарифов вообще у нас население потянет, и в соответствии с платежеспособностью населения увеличивать эти тарифы. Там даже приводились какие-то примерные цифры. Если, мол, в регионе 30% жителей испытывают проблемы с оплатой коммунальных услуг, значит, ай-яй-яй. Какую индексацию потянут люди до того, как протянут ноги, видимо, да, там пытаются выяснить. Ну что-то в этом роде, да. А еще можно, вот еще мысль такую отражу, то есть мне кажется, немаловажно, о чем нужно сказать, что мы идем прям прямым путем к черным зарплатам, к зарплатам в конвертах, потому что выгодно там получать зарплату и не показываете вот эту официальную, ну, сколько там, мроту, меньше мрота, да, чтобы получить все эти возможные субсидии и так далее. Ведь у нас, если посмотреть из маткапитала, можно брать денежные средства, да, там тоже идет речь о двух мротах. То есть по факту, получается, скорее всего, к коммуналке тоже какая-то привязка будет, что там, если семья там меньше мрота получает, да, наверное, там может на коммуналку рассчитывать из маткапитала. И мы по факту, получается, сейчас приводим как раз всех людей к этому мроту, что можно получать меньше, ты от государства тогда еще что-то получишь. Правильно ли это? Мне кажется, что нет. Печально, конечно, печально. У нас же государство в последние годы, наоборот, как-то вот, как-то даже позитивно освещало, да, это направление на то, чтобы обелять зарплаты, официальную заработную плату получать. Но это, на самом деле, не единственная проблема. Если посмотреть, почитать, да, там, что знакомые, друзья, близкие, родственники рассказывают, у нас, оказывается, люди зачастую, семьи рушатся для того, чтобы мать потом могла получать какие-то льготы на своих детей. Ну, семья-то не рушится, официально просто происходит развод. Да, да, перед государством семья рушится, то есть брак распался, да, люди продолжают жить, но, собственно, вот для того, чтобы получать какие-то субсидии, какие-то льготы, да, оплачивать, в том числе коммуналку. Да, к сожалению, это так, это есть. Приходится выкручиваться. Ну что, оценили, да? Оценили, по крайней мере, попытались эту идею. Ольга Тырыкина, депутат Законодательного собрания Кировской области, председатель движения «Родительский контроль». Что-то добавить? Нет, да, с Ольгой прощаемся. Не знаю, что-то еще, кажется, в чем проблема, да, вот с этим не обелением, а чернением, да, зарплат. Хотя тут вот, если ты видел, правительство выпускало релиз о том, что в этом году более 6 тысяч человек перестали получать вот эти серые зарплаты, да, так называемые зарплаты в конвертах. В Кировской области. Да, в Кировской области, и вышли, так сказать, из тени. Проблема, мне кажется, тут в том, что люди готовы идти на сиюминутные какие-то пособия, да, которые ты будешь получать сейчас. При этом же любой человек все равно понимает, да, что если он отказывается от официальной зарплаты в пользу вот этого МРОТа, это влияет на его будущую пенсию. И вот, мне кажется, вот это прекрасный показатель того, насколько россияне вообще верят в свою будущую пенсию. Вернее, в нее не верят, когда все скатилось до житья одним днем и планированием там. То есть человек понимает, да, что, и когда ты человеку задаешь вопрос, там, да, про какую-то пенсию, он тебе говорит, какая пенсия, о чем ты вообще? Доживу ли я вообще до нее, до этой пенсии? Переживешь ли до этой пенсии, сколько раз поменяет, сколько мы еще там пенсионных реформ, увеличение, повышение пенсионного возраста переживем. Поэтому понятно, что человек думает о том, как бы ему подстелить помягче сейчас, а не когда-то там, когда у него будет или не будет какая-то мнимая пенсия, которую опять там переиндексируют, отындексируют, складут в какой-нибудь другой мешочек, который ты уже больше никогда не увидишь. Еще один эксперт во нашем эфире, Алена Чеснокова, представитель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Алена, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, по любым вопросам, связанным с детьми, вы можете нас проконсультировать, высказать свое мнение. Да, Алена, многодетная мама, мы прекрасно знаем. Вот такая у нас инициатива, которая вызвала бурю уже таких негативных оценок. По большей части, да. По большей части, да. Предложить тратить мат-капитал. Я, наверное, в их числе. В их числе. Мы сегодня, к сожалению, не можем найти, кто бы сказал, а почему бы и нет, и действительно, давайте мат-капитал разрешим тратить на оплату коммунальных услуг. Да, у нас по статистике есть в России люди, но их там ничтожный процент, которые вообще не использовали, да, мат-капитал. Он где-то у них так лежит. И можно, наверное, считать, что у этих людей с финансами все хорошо. Но статистика... Может быть, у них не с финансами все хорошо, а просто размер материнского капитала недостаточен для того, чтобы купить, например, какое-то жилье, и нет у них дополнительной суммы, которую бы они могли вложить. Поэтому вот этот мат-капитал на бумажке лежит у них. Да, и они ждут, возможно, момента какого-то, что в жизни что-то произойдет, и они, наконец-то, смогут воплотить свою мечту. Но все-таки вот статистика говорит о том, что до 90% в среднем по стране у нас семьи используют мат-капитал на приобретение жилья. Ваша оценка, Ален? Эта инициатива? Ну, я непосредственно к этой инициативе, я, конечно, тоже отношусь отрицательно, потому что я считаю, что да, может быть, эта сумма не какая-то там прям решающая, а огромная. На эти деньги можно купить, ну, грубо говоря, домик в деревне, в городе с этим дела обстоят намного проблемнее, то есть на эту сумму жилье, конечно, не купить в городе, но, тем не менее, молодая семья, когда получает возможность вот такой большой суммы, они хотя бы могут на что-то рассчитывать, то есть либо им снимать, платить там дяде в карман, либо они заплатили вот эту вот определенно достаточно большую сумму как первоначальный капитал, и потом все-таки они уже платят ипотеку или там какой-то кредит, но непосредственно за свое жилье. А тут получается, что мы просто эти деньги размазываем частями, и в итоге семья не получит ничего, ни улучшения жилищных условий, ни какой-то плюс, то есть эти деньги просто вот, ну, уйдут. И получается, что наше государство в том числе расписывается в том, что все-таки услуги ЖКХ, они достаточно сильно бьют по карману, ну, российской семье. То есть даже если у нас считается в Кировской области, сколько у нас там сейчас, 42 тысячи средняя зарплата, ну, это так же, как средняя температура по больнице, да, мы же все прекрасно понимаем, что таких зарплат у нас нет. Нет, и когда в пабликах, там, в сообществах появляется обсуждалово, да, очередное вот по поводу средней зарплаты, там, по-моему, сотни сообщений сразу же всегда в комментариях, да кто получает такую зарплату, у нас далеко таким не пахнет. Вот про это и речь, что в этом случае не нужно доставлять людей, вот, растрачивать вот эти деньги на услуги ЖКХ, а нужно, наверное, хорошо просчитать, куда эти деньги вообще уходят, вот, все вот эти начисления. Все мы прекрасно знаем капитальный ремонт. Сильно у нас много что отремонтировали? Нет. Огромные деньги сосредоточены на счетах, но они, фонд капитального ремонта не может эти деньги освоить. То есть эти деньги лежат мертвым грузом, они получают там проценты очередные, да, а люди продолжают платить. Так вы освободите людей тогда, пока вы не истратите вот эти деньги, которые у вас уже есть, освободите людей от оплаты капитального ремонта. Это деньги немаленькие. Семья может один раз, в принципе, полноценно расходить в магазин на эти деньги. И то же самое, что со всеми вот этими платежами по ЖКХ. Нужно, наверное, понять, куда это все уходит. Если нам каждый раз обосновывают повышение квартплаты, что мы будем там здесь трубы менять, там трубы менять, и у нас все равно все рвется, причем рвется в самая холода, люди сидят замерзают, люди сидят без воды. То есть ничего, улучшений-то никаких видимых нет. И людей-то трогает именно вот это, что обещают под одну, как бы по одной причине, ну, поднимая там платежи, а в итоге-то ничего не меняется. И когда тут материнский капитал тоже будут вот так вот, ну, просто вот, так скажем, размазывать по этим вот, по услугам ЖКХ, деньги-то ведь они имеют свойство кончаться. Ну, хорошо, ну, будут они платить, ну, там, 4-5 лет этими деньгами. А дальше-то что? А дальше внезапно. Дальше-то ведь больше денег-то не будет, а цены-то ведь повышаются, а дальше-то что будет? То есть я, не получив абсолютно ничего, никакого не улучшения жилищных условий, ничего, и тут у нее деньги закончились. Так, может быть, проще эти деньги разрешить на покупку именно там вот, как, ну, вот, мое личное мнение, я много лет уже об этом говорю, чтобы разрешили эти деньги потратить на покупку этого же автомобиля. Пусть советского, ну, как бы российского, пусть поддержат отечественный автопром, но достойная машина, но это сейчас не роскошь, да? Это средство передвижения. Ой, сейчас, мне кажется, Алена, роскошь. То есть машина сейчас нужна семье. Так лучше сюда вот эти деньги, ну, у семьи что-то будет, то, чем она может пользоваться на протяжении какого-то длительного времени, чем вот это вот размазывание какими-то частями. Смотрите просто, правильно ли начисляются, правильно ли расходуются деньги. А тут опять получается, вот тебе одной рукой дали, а другой рукой забрали еще больше. Ну, тут, видимо, еще не надо сбрасывать со счетов эти криминальные случаи. Мы же регулярно читаем про мошенничество с материнским капиталом, да, его обналичивание, какие-то попытки. А если разрешить коммуналку оплачивать, я думаю, что там в разы вырастет число рисков, как это может все перетечь из того кармана в тот карман, в который не нужно, чтобы это все попадало. Да это наверняка еще будет повышение коммунальных платежей. Ну, опять же, интересно было бы, да, посмотреть вот люди, кто обналичивает мат-капитал вот этими мошенническими путями. Я не знаю таких людей. Честно, честно. Я только читаю о них. Ну да, я тоже о них читала. Есть такие люди, но заметьте, они не городские. Все эти случаи, именно вот, ну, такие вот деревни, районы далекие, когда люди очень далеки юридически от правильных принятий решения, что ли. Да и уезжать не собираются. И они не осознают свои вообще, как бы. Вот им сказали, они поверили. Нет, мне просто интересно, да, вот люди, кто обналичивает этот мат-капитал, ну, если мы исключаем вот из этой схемы людей, кто забирает, изымает эти деньги для того, чтобы просто вести какой-то не очень здоровый образ жизни, да, вот этих людей в сторонку немного. То есть, а тем, кому действительно понадобились наличные средства, вот интересно было бы просто посмотреть какой-то срез, да, на что. То есть, возможно, у людей действительно есть потребность в чем-то, и они пытаются этот мат-капитал обналичить, чтобы вот эти свои... Закрыть, да, свои потребности. Да, свои потребности острые. Вот и получается, что, да, все-таки мат-капитал, я и говорю, что если молодая семья, она, ну, думает головой, да, они вот эту вот большую часть, которая пойдет на первоначальный взнос, они все-таки вложат в свое жилье и будут потом платить там ипотеку или кредиты, но за свое жилье, а не дяди в карман. Потому что по сумме это, в принципе, получается то же самое, что ты снимаешь там 18-20 тысяч платишь за жилье, что ты будешь потом ипотеку платить этими деньгами. Так, если вот эти вот сколько там, 600 тысяч, как первоначальный взнос мат-капитал вложить в жилье, ну, смотря, конечно, какое жилье покупать, но в принципе молодая семья, ну, начинать можно даже там со студии, если ты с руками, с головой там все, ты будешь там потихоньку делать. Выросла семья, значит, продаете ту квартиру, покупаете что-то больше. Да, это тяжело, это все. Но, по крайней мере, есть вот эта вот первоначальная подушка. А так мы ее вообще лишимся просто. Так же, как вот пособие на второго ребенка можно из мат-капитала брать. Я тоже считаю, что, ну, в настоящее время, когда у нас есть пособие, вот это вот единовременное пособие, да, если семья действительно нуждается, то вполне можно вот эту сумму мат-капитала не трогать и вложить ее реально во что-то такое вот. Ну, то, что у тебя останется, то, что принесет тебе какую-то ощутимую пользу. А вот я как раз хотела спросить, да, не кажется ли вам, что и то количество путей, которыми сейчас можно потратить мат-капитал, уже, ну, как бы велико? Ну, я и говорю, что идея-то была хорошая, но в итоге, когда вот разрешили на второго ребенка брать вот это, вы лучше дайте людям возможность, чтобы у них что-то осталось. Да, согласны на учебу, потому что учеба – это, ну, такое дорогостоящее сейчас решение, то есть на учебу, я согласна, можно потратить, но либо на жилье и дайте возможность все-таки автомобиль вот этот вот, а не вот такими, какими-то там по 10 тысяч, по 12 тысяч, вот такими вот какими-то одноразовыми единогременными платежами просто размазывать эту сумму. И при этом у семьи ничего не остается. Ну, мне, вы знаете, сейчас подумалось, а ведь хорошо, что мы, в принципе, это обсуждаем. Вот не было бы вообще мат-капитала, отменили бы его, и нечего было бы обсуждать. Нет, просто мат-капитал, я и говорю, что идея сама очень хорошая. Да-да-да. Очень хорошая, никто об этом не говорит. Но вот, ну, лично мое мнение там, я много раз говорила, что деньги, они немножко расслабляют человека. И вот когда начинают говорить, что вот там, вот асоциальные там рожают ради денег, там все. Ну, отчасти, может быть, это правда. Есть такие семьи, которые рожают ради денег. Но если бы нам, например, не дали этот вот мат-капитал, у нас бы не было каких-то там детских пособий, но у нас были натуральные льготы, которые относились бы ко всем детям, независимо от дохода их родителей. То есть у нас бы было, как у нас по Конституции, бесплатное образование там в школе, в садике, вот это вот все, бесплатные кружки. Вот это нужно. То есть там бы никто, ну, там уже и рожали те, кому нужны эти дети, да, и не было бы никакого соблазна вот обналичить этот мат-капитал, там на какую-нибудь ерунду потратить, там еще что-то. Вопросов было намного меньше. Но мы, конечно, прекрасно понимаем, что натуральные льготы, это в разы потратит больше денег, бюджет, чем вот, ну, такими вот именно деньгами даст семье. Ну, мне вообще... То есть, конечно... У нас минута остается. Да, я просто хотела ремарку сделать, что если, опять же, исключить из уравнения какие-то социальные слои общества, то люди, кто рожает детей ради того, чтобы заработать на этом с помощью мат-капитала, мне кажется, просто не очень хорошо считают. Потому что подзаработать на этом не получится. Они очень даже нехорошо считают. Потому что на руки они мат-капитала не получат. И дай бог, они получат там половину, а то и там 30-40%. То есть, считать-то они вообще не умеют. Закон, закон. А подумать о том, какой гемор будет в конце, про это мы как-то пытаемся забыть и решать проблемы по мере их поступления. Что неправильно. Спасибо, Ален. Благодарим вас за комментарии. Алена Чеснокова, представитель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Мне нравятся комментарии по поводу этой инициативы главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Нина Останина, депутат. Она сказала, чтобы о плате коммунальных услуг должна позаботиться власть. И не надо привязывать это все к материнскому капиталу. Власть должна сделать так и обязана сделать так, чтобы расходы семьи на эти цели не превышали, предположим, 10%. То есть, заботитесь, в первую очередь, о росте тарифов. Вернее, о их не росте таком стремительном. Ну и вот, собственно, прошедший час показал, что не находит поддержки. Это предложение ни среди депутатов, ни среди, собственно, родителей, общественников. Родительских представителей, родительского сообщества. Благодарим, спасибо, да. Дарья Тупузлеева, Владимир Сметанин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова